Участники встречи обсуждали с премьером-министром проблемы в сфере ЖКХ, в частности, закрытость управляющих компаний. Единороссы предложили внести ряд изменений в федеральное законодательство, чтобы сделать платежки за коммунальные услуги максимально прозрачными и понятными. Говорили о внедрении стандартов качества работы управляющих компаний и попросили главу правительства максимально упростить процедуру перехода от одной управляющей компании к другой. Партийный актив говорил с премьером о том, что волнует жителей регионов сегодня. Озвучивали обычные житейские проблемы. Дмитрий Медведев подчеркнул значимость такой гражданской инициативы. Именно по вот этой работе наши люди и будут судить об эффективности нашей партийной деятельности. Потому что для них, может быть, высокие политические разговоры не столь важны и даже интересны, как, например, надзор за соответствующими управляющими компаниями, коммунальными службами. И мне кажется, партии не нужно этой работой чураться. Наоборот, чем чаще и больше мы будем в это погружаться, тем лучше и для интересов наших граждан, но, естественно, для самой партии. Мы тем самым будем показывать, что мы занимаемся именно самыми важными, самыми чувствительными для людей вопросами. Активисты партии передали Медведеву опасения родителей о том, что после принятия закона об образовании вырастет оплата за детские сады. Глава правительства заверил, что подобных решений не принималось и необоснованного повышения правительство не допустит. А вот участники партийного проекта «Народный контроль» предложили поддерживать местных производителей, устраивая ярмарки выходного дня в регионах страны. Успешный опыт уже есть у Ростовской области и Краснодарского края. Александр Николаевич, как на Кубани есть такие ярмарки? В фермерские небольшие открытые ярмарки выходного дня, они проходят, прежде всего, в больших городах, потому что там большое количество потребителей. У нас главы все очень нацелены на это, они знают свою задачу, они представляют место, естественно, без всевозможных издержек финансовых. И, конечно, к этим ярмаркам привыкли уже подавляющее большинство жителей нашего края. Они с удовольствием их ждут, они надеются, идут, покупают дешевые, вкусные, качественные товары. А, как известно, Кубанское – это всегда отличное. В поле случаях хочу, так сказать, напомнить. Прорекламировал, молодец. Вот. И эта форма, она уже, знаете, с нами живет, мы даже уже к этому настолько привыкли, как солнце и так далее. Поэтому давайте конкурировать с Ростовом, у кого вкуснее. Вы к нам, а вы к нам. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. На самом деле, достоинство ярмарок выходного дня очевидно. Действительно, отсутствие посредников, а стало быть, более низкие цены на основные товары. Очень хорошо, что это практикуется. Многие к этому привыкли. Это действительно люди, у которых, может, там не очень большие доходы. Это и пенсионеры, и те, кто учится. Ну, в общем, мне кажется, этот опыт надо популяризировать и развивать. В народном контроле на Кубани работает больше трехсот групп. Активисты мониторят цены на услуги ЖКХ, продукты и соблюдение санитарных требований, а также продажи спиртного и сигарет детям и в ночное время. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова